Бразильский дедушка с витилиго вяжет кукол, чтобы поднять самооценку детей, живущих с этим заболеванием. Витилиго – заболевание, которым страдают почти три миллиона бразильцев. Оно проявляется в отсутствии пигментации на определенных участках тела. Несмотря на то, что существует немало способов борьбы с этой болезнью, самое сложное для тех, кто страдает витилиго, сталкиваться с предрассудками окружающих. У Жаа Станганелли, которому сейчас 64 года, начали проявляться симптомы витилиго, когда ему было 38 лет. Он работал в сфере пищевой промышленности, но из-за проблем с сердцем его жизнь полностью изменилась за последний год. Однако Жаа не позволил болезни ограничивать свою жизнь. Он решил придумать себе хобби, чтобы давать работу мозгу, а также оставаться здоровым и позитивным. Вместе с женой Мариленой он начал учиться вязать крючком. Жаа понимал, что эта работа не из легких, и даже подумывал сдаться, но все же решил не отступать. Через пять дней он связал свою первую куклу. Вязать крючком сумеет каждый. Разумеется, нет. Это занятие подойдет не всем. По словам Жаа, от вязания на пальцах появляются мозоли, а некоторых людей это очень раздражает. Но когда к этому привыкаешь, уже не хочется останавливаться. Жаа рассказал, что изначально планировал делать кукол для своей внучки, поэтому хотел создать что-то особенное, чтобы она запомнила его навсегда. Он решил вязать кукол, страдающих Витилиго. Так появилась на свет Витилинда, чудесная кукла с необычной пятнистой кожей. После успеха Витилинды Жаа решил расширить тематику своих работ. Так появились куклы в инвалидных креслах. В них влюблялись все, кто их видел, поэтому заниматься вязанием Жаа стало в несколько раз приятнее. Самой главной целью Жаа было не только поднять самооценку, но и просто подбодрить детей, живущих с этим кожным заболеванием. Знание о том, что кто-то ценит его поделки, вдохновляет и мотивирует Жаа ежедневно совершенствовать свое мастерство. Несмотря на то, что в наши дни нет никаких проблем с доступом к информации, люди с особенностями, к сожалению, до сих пор подвергаются насмешкам. Субтитры создавал DimaTorzok